Синий экран смерти. Реакция Windows на неразрешимую по ее мнению ситуацию. Если он у тебя появился, значит случилось что-то не очень крутое. Не наливай и не накрывай на стол. Псот в свое время был чуть ли не самым пугающим зрелищем. Внезапность, подрыкивающий звук, цвет и шрифт могли немного напугать неподготовленного юзера, особенно школьного возраста. Сейчас же в большинстве своем это просто грустный смайлик, промежуточный текст о перезагрузке и код ошибки с QR-кодом на страницу поддержки. Хотя в последних сборках Windows 11 это все стало черным и минималистичным, да и как по мне в самой системе стало происходить меньше казусных ситуаций, приводящих к такому исходу. Тебе либо сообщается об экстренной перезагрузке через минуту или просто перелогинивает в аккаунт с потерей всех несохраненных данных. Но вы когда-нибудь интересовались, а как работает синий экран? Кто его сделал? Что находится за ним? И как это устроено? В этом видео мы постараемся получить ответ на данные вопросы. Присаживайтесь поудобнее, досмотрите видео до конца и давайте начнем. Как появился синий экран смерти? Тут ответ у многих разный и, соответственно, на этой почве появляется множество споров. Когда-то давным-давно у меня уже выходило видео про историю синего экрана как явление компонент операционной системы. Я получал множество комментариев о том, где мне пытались доказать, что PSOT как таковой появился аж в самой первой версии Windows. И я с этим не могу согласиться. ПО-ЧЕ-МУ. Окей, вот допустим, я установлю MS-DOS 622, поставлю Windows 1.0, наберу там WinCom и увижу вот такую картину с немного раздражающим писком. И вот этим называют экран смерти? Но разве часть рандомных данных из памяти, попавшая в консоль и надпись «Неправильная версия DOS» являются тем самым синим экраном? WinCom изнутри содержит только базовое сообщение об ошибке, показывающееся под экраном загрузки, например, о вставке дискеты, где находится основная система. Сам логотип с его анимацией, переменная и путь к бинарному файлу для его загрузки, который содержит саму операционную систему. Здесь это Win100.bin. Вскрыв этот бинарный файл мы увидим ту самую надпись «Неправильная версия DOS». Может быть многие подумали, что это синий экран смерти из-за цвета экрана загрузки первой винды. Сложно сказать. Если вы считаете иначе, то напишите в комментариях. Мне несложно смотреть ваше мнение. Только вот 25-й час бы. Однако экран фатальной ошибки у Windows 1.0, похоже, всё-таки есть и он проявляется… максимально странным способом. Появляются инвертированные цветом полосы и через некоторое время система таки окончательно зависает. Что происходит за кадром во время такой забавной аномалии, самому любопытно узнать. Сам стоп-экран появился сначала в бета-версиях Windows 3.0 при условии, что ОС работает в расширенном режиме процессора. И изначально… он был чёрным. Экран просто выводил важное сообщение системы. Повреждённый файл подкачки, проблема с драйвером или не вовремя вытащенный диск из дисковода. Работу всегда можно было продолжить, но в зависимости от случая идеальная стабильность не гарантировалась. Более серьёзные ошибки во время работы всё так же выбивали пользователя в DOS. В релизной третьей винде экран стал синим, и его цель уже заключалась в предоставлении возможности экстренного закрытия зависшей программы. Триггером для такого служила комбинация Ctrl-Alt-Delete. Рэймонд Чен, сотрудник Microsoft и автор блога Old New Thing, называл это «синим экраном несчастья». С Windows 9X он стал использоваться для оповещения о серьёзных ошибках вместо выхода в DOS, что уже принесло ему печально известное прозвище — «синий экран смерти». Вернуться к работе после такого экрана также предоставлялось возможным, но в 90% случаев ОС наглухо зависала или ссыпала другими ошибками. Забавный факт. В некоторых случаях так называемая «синька» становилась красной. В Windows NT такой называлась «бак-чек» и дебютировала аж в 1991 году с выходом тестовой сборки для конференции Comdex. Позднее нажатие Ctrl-Alt-Delete Windows NT вызывало окно безопасности Windows, потом это перешло диспетчеру задач, а дальше уже и так знаете. Это всё, конечно, невероятно круто, но почему синий экран — «синий»? Почему он не красный, не жёлтый, не вообще белый? Как пояснил один из разработчиков Windows NT, Джон Верт, в период, когда он работал над NT и с топ-экраном для него, у Джона присутствовал компьютер на MIPS с установленным IDE Sleek Edit. А тамошней палитрой по умолчанию является белый текст на синем фоне. И такая палитра была идеальной. Казалось бы, такая мелочь и персонализированный вкус разработчика подарили экран, который на долгие годы стал неизменным как по дизайну, так и по концепции. А сколько мемов народу он подарил, и какой вклад этот экран внёс в культуру — на пальцах не сосчитать. С Windows 11 синий экран внезапно стал чёрным. Такое нововведение вызвало очень бурную реакцию в Твиттере и Reddit, и через некоторое время данные изменения откатили. Экран краха системы изменился с чёрного на небесно-голубой оттенок. Однако весной 2025 года Microsoft решилась ещё раз попытать удачу, кардинально переработав этот компонент. PSOT снова стал чёрным. Грустный смайлик и QR-код были убраны, а код ошибки перенесён вниз. Вот так синий экран смерти стал чёрным экраном смерти. Спасибо, что хоть аббревиатура не поменялась. А вот подписка на канал — это всегда стабильная вещь. Таким образом вы поддержите автора и сделаете свой ПК более стабильным. Ладно, насчёт последнего не уверен, но надежда всегда умирает последней. Самое время напомнить об изменениях в системе опросов. Теперь голосование будет выходить вместе с новым видео на двух платформах — Telegram и YouTube. А результаты будут озвучены в следующем видео. Завершаю своё отступление и идём дальше. А где находится сам PSOT и как он устроен изнутри? Это вам не проводить оптимизацию с системой твиками, отключать файл подкачки или завершать системные процессы без раздумия. Высота нынешних Windows очевидно находится в ядре системы. Однако раньше, в эпоху Windows 9X была для этого отдельная точка входа в драйвере, запускающегося вместе с системой. При появлении критической ошибки или исключения, возникшего во время работы программы, ОС временно останавливает свою работу, а активному драйверу дисплея сообщается о необходимости переключиться в текстовый режим. После перехода составляется само сообщение, указывается первопричина и задаются цвета. В это же время ожидается какое-либо нажатие клавиши для возвращения в систему. Буквально как попытка возобновить работу. За кадром-то всё стоит! К слову, если кто не знал, то в системе не можно задавать цвет фона и цвет текста стоп-экрану. Для этого просто добавьте параметры MessageBackColor, MessageTextColor в секцию 386ENH и перезагрузитесь. Значение цветов оставлю в этой таблице. Если вам как-то лень экспериментировать с древними системами, то стороннее ПО вам в руки. В Windows NT подобных ОС экран находится внутри ntoskernel.exe, и для этого есть функции kBugCheck и kBugCheckX. Как обычно, у Microsoft на эту тему была незадокументированная функция kBugCheck2. И в чём разница? kBugCheck и kBugCheckX будут своего рода обёртками к незадокументированной функции, а она, в свою очередь, может принимать аж 4 параметра, делать дамп памяти и тонко даёт управлять тем, как именно произойдёт аварийная остановка в работе системы. Процессы также могут вызвать синий экран через точку входа int-race hard error, если они обладают необходимыми привилегиями. Рассказывать о том, что в винде всегда можно вызвать синий экран добровольно, я не буду, ибо большинство, наверное, это явно может знать. А если вы забыли, то в реестре по этому пути нужно создать параметр crash on control scroll, задать ему 1 и перезагрузиться, после чего в любой момент вы можете нажать control scroll lock и система упадёт с соответствующим для этого случая кодом ошибки. Забавный факт – синий экран выводится только на основном мониторе, а при наличии других мониторов на втором и им последующих будет или чёрный экран, или зависшая система. Синий экран можно кастомизировать. Стандартными способами это, конечно же, провернуть нельзя, но сторонние программы и сообщества приходят на помощь. А если быть точнее, то sysinternals. В середине 2010-х я встретил их разработку под названием Not My Fold, и в переводе на русский софтина называется «Не моя вина». Как увидел это в 2016-м, так и сохранил с тех лет. При удовлетворительном ответе с условиями лицензионного соглашения и отказах об ответственности, программа запускает свой драйвер в виде службы, который будет проводить всю грязную работу. На первой вкладке предлагается возможность выбрать, как конкретно краснуть систему, переполнить буфер, сделать анекдоты с переменными устройств и вызвать прочие исключения. Not My Fold позволяет не только ронять систему по намеренно заданным причинам. Присутствует функция заполнения файла подкачки мусором в виде утечки памяти, вызвать зависание программы по определенному типу и, самое главное, это изменение цвета экрана смерти. С этим, кстати, есть забавная пасхалка. Если задать черный фон и черный текст и нажать «Crush», то PSOT станет буквально радужным и начнет переливаться всеми 16 цветами в строгие 640 на 480. Хотя он может выдавать куда больше цветов, вплоть до полноценных, красивых изображений в качестве фона. Как это работает? Как мы упоминали ранее, это все возможно благодаря стороннему драйверу, которую подкидывает операционки программа. А кастомный цвет менялся путем изменения видеопамяти напрямую, ведь весь синий экран рисовался через VGA. NotMyFold был сделан не забавы ради. Инструмент позволял разработчикам и энтузиастам более детально изучать поведение системы при различных сбоях. С современными Windows тут уже круче. Мало того, что мы официально с помощью реестра можем скрывать некоторые элементы стоп-экрана и японские версии Windows, к примеру, не содержат там грустного смайлика, так еще неофициально возможно изменить шрифт. Грубо говоря, сделать синий экран нелепым или более серьезным на свой вкус. Сам процесс простой. Шрифт, показывающий текст «возникла проблема с вашим ПК и нам необходимо что-то там» является вариацией sego.ui, а именно sego.ui.slboot.ttf. Находится по пути C Windows Boot. Так как этот файл будет использоваться системой, саму замену нужно проводить из-под Windows PE. После самой замены проверяем результат и ура! У нас получилось! Кстати, а вы знали, что анимация запуска Windows на самом деле является отдельным шрифтом? Живите с этой информацией. Помните, мы упоминали про изменение элементов синего экрана? Так вот, открыв реестр по этому пути, мы можем увидеть параметры поведения при пришествии сбоя в системе. Делать ли автоматическую перезагрузку? Фиксировать ли такое в событиях? Делать ли дамп памяти? Если да, то где его хранить? Нужно ли это перезаписывать? И так далее. Создав параметр Disable Emoticon, мы отключим показ грустного смайлика. Display Parameters будет показывать более подробные детали краха. А Display Pre-Release Color заставит ОС думать, что вы участник программы Windows Insider. А что-то кроме зеленого можно поставить? А свой кастомный смайлик, например? Официально? Догадайся. Через другие инструменты без проблем. Только, увы, с выпуском Windows 11 это сделать стало чутка сложнее. Лучший опыт данного прикола через подобные инструменты мне предоставила десятка. А можно ли удалить синий экран? Если не удалить, то его просто как-нибудь заглушить. Таким образом, мы можем посмотреть, как будет вести себя система при серьезном сбое, без возможности отображения высот для остановки работы. Инструмент называется No More Bug Check. Существует две вариации программы. Простая в виде драйвера и классической его установки, и новая в виде ручной загрузки EFI файла до запуска Windows. Второй вариант новее, но на виртуальных машинах можете столкнуться с ошибкой. Первым шагом нам нужно включить тестовый режим и перезагрузиться. Второй шаг заключается в закидывании файла в корень диска C и создании отдельной службы с файлом драйвера, как обычно. Третий шаг — это запуск всего творения. Запустив службу, на первый взгляд будет казаться, что ничего не произошло. Но на деле давайте запустим тот же Not My Fold и вызовем краш проблемой с прерываниями. Нажимаем краш и… программа просто зависает. А сама система цела и спокойно продолжает свою работу. При этом через диспетчер задач завершить процесс нельзя. Просто ничего не происходит. Факт краха уже произошел, но остановка работы не наступает, а значит дальнейшая работа операционки уже может быть нестабильной. Можно попытать удачу через System Informer, но и тут будет разочарование. Зависший процесс не будет завершен. Выйдет плюха ошибки доступа нам в лицо. Запустить новую программу тоже не получится. System Informer вообще подарит нам ошибку работы с памятью. Если через тот же System Informer завершить ветку системных процессов, то программа зависнет, но в этот же момент ОС начнет постепенно разваливаться. В этом есть доля логики. Ядро – это своего рода как гигантские часы, а компоненты в нем являются винтиками и шестеренками. И в этом соль. Если один винтик поврежден, останавливается вся система. Может быть не сразу, со временем. А как должна остановиться система? Показом стоп-экрана и вызовом багчека. Здесь же этого не происходит. На первый взгляд все нормально. UVP работает, программа открывает. Открыв персонализацию, нам внезапно выйдут ошибку, что с этим файлом не связано приложение для выполнения этого действия. А как? Система же цела и никак не модифицировалась. Компоненты на месте? Дальше – больше. У нас частично отваливаются UVP-приложения. Нет ни часов, ни приложения-параметры. Зато у нас есть Copilot и Microsoft Edge. Про ножницы и Paint сообщать не стоит, так как они не UVP, а всего лишь Win32 с библиотекой WinUI3. Также со временем теряется доступ к разделам Microsoft Management Console. Не работает управление дисками, а в просмотре событий чуть ли не каждую секунду логируются ошибки. Давайте забавы ради перезагрузим Explorer.exe. После перезапуска показываются наш фон и рабочий стол, но не формируется панель задач. Нажатие на иконку тупо крашит проводник, и он перезапускается, тем самым появляется цикл. Закрыв диспетчер окон рабочего стола, экран один раз заморгает, покажутся части Basic темы эпохи Windows 7, и система окончательно зависнет в ожидании чуда, судя по курсору. И по факту это конечная точка. ОС развалилась, а все данные наших открытых приложений The Seans улетели впустую. Здесь уже поможет только перезагрузка. Такие дела. Bsot — это куда более интересная тема, чем может казаться обычному пользователю. Это не просто какой-то экран с грустным смайликом и скучной надписью. Это отдельный системный компонент с возможностью настройки и простора для творчества от энтузиастов. Синий экран делали и прозрачным, и даже научили его запускать полноценное ядро Linux. Вот прям сразу. Система падала в синий экран, и через несколько секунд ты уже был в Linux терминале. Бывали и забавные моменты. Например, на стоп-экране кому-то удавалось увидеть курсор из полноценной Windows. Или если у вас был открыт, например, Wallpaper Engine, то узреть подобную красоту. А кто-то шел дальше и вообще показал на нем Bad Apple. Просто... Просто почему бы и нет? Однако не стоит забывать его главную задачу — оповестить пользователя о серьезной ошибке при работе устройств или драйверов. И оповестить разработчика ПО о том, что ему нужно, кажется, кое-что исправить. А что вы думаете об этом? Если вы пользуетесь Windows, то как часто вы ловили синие экраны? Или вам очень везло и не сталкивались с таким? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока все. Буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Огромное спасибо за просмотр и спасибо людям, поддержавшим канал финансово. Все ссылки на поддержку канала в описании. Всем хорошего настроения и отсутствия отвалов, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok